Я хочу рассказать свою историю, свое свидетельство о том, как Иисус пришел в мою жизнь и полностью изменил ее. Начну с того, что в 15 лет мои родители умерли. Умерли они с разницей в несколько месяцев. Сначала мама, это была новогодняя ночь, и через несколько месяцев умер отец. Я остался один. Мне было непросто, потому что как себя вести в этой взрослой жизни, я просто не знал. На поруки меня взяла моя тетя. Она привела меня к себе домой. У нее был свой сын. И она взяла меня тоже на воспитание. Она кормила меня, одевала, обувала, вразумляла. Она глубоко верующий человек. И я уверен, что она постоянно молилась за меня на протяжении всего этого времени. Но своей мудрости не было. Чужой я питаться не захотел. И поэтому жизнь пошла на понаклонный. Появились друзья с сомнительным прошлым, с непонятным будущим. Такие же подружки. Почти все время мы проводили на улице, лазили по подвалам в жизнь. Сначала пришло пиво, потом тяжелый алкоголь, соответственно, наркотики. Прошло несколько лет. Мы сбились в такую крепкую банду. Занимались тем, что просто грабили людей на улице. А вырученные деньги, соответственно, спускали на свои нужды. Это долго не могло продолжаться, потому как город маленький. И тут все друг друга знают. И, соответственно, было уголовное дело. Большинство село. Кто-то, как я, делали с легким испугом. Но как дальше жить я все равно не знал. И, в принципе, к 25 годам я уже не хотел ни жить. И ничего не хотел. Хотел просто вот, ну, я не знал, как мне дальше быть. И все равно где-то внутри меня вот что-то живое такое. Знаете, вот какая-то вера, что Бог Он есть. Я постоянно слышал от своей тети, что ты знаешь, что вот есть Господь, есть революционный центральный. Если ты не можешь сам, тебе помогут там другие люди. И была надежда. Была надежда, что что-то может измениться. И в один вот вечер он у меня в памяти запечатлился, как такой, знаете, темный, промозглый осенний вечер, от которого ничего хорошего ждать вообще нереально. Мимо меня просто проходила посторонняя женщина. Ну, как я тогда думал, она шла мимо, и чем-то я привлек ее внимание. Она подошла ко мне и говорит, мужчина, вам плохо. Я говорю, нет, с чего вы взяли, что мне должно быть плохо, мне нормально, мне хорошо. Она говорит, ну, я вижу, у вас вот на лице написано все это. Вы знаете, у меня тоже там сын в проблеме, и я вижу, что вам плохо. Вы вообще в церковь входите, вы в Бога верите? Я сказал, да, конечно, я верю в Бога, я хожу в церковь. Она говорит, в какую? Я говорю, ну, в нашу, в русскую, в православную. И она задала такой вопрос, который вот он сразу поставил меня в тупик. Она говорит, а когда в последний раз там были? И я просто понял, что я там был очень давно. То есть это несколько лет период, и то я там был случайно. Она рассказала мне свидетельство своего сына, что жизнь его изменена, и пригласила меня на служение в свою церковь. Она узнала, где я живу, в какой квартире. Она была очень настойчива. И я ей сказал, да, почему нет. Она пришла, когда вот там собрание было, в среду она пришла ко мне. Но я был в непотребном состоянии, и, естественно, я не пошел в церковь. Она пришла ко мне в воскресенье, позвала снова на собрание, и я снова не пошел. Она пришла в следующую среду, и уже моя тетя, она постоянно открывала ей дверь, они уже познакомились между собой. Она говорит, знаешь, Виталик, я думаю, тебе стоит пойти, потому что она от тебя не отстанет. И я пришел, пришел вот в это здание, поднялся на второй этаж. Там было собрание, было много людей, все пели, танцевали. Для меня это было что-то необычное, что-то, даже скажу больше, непонятное, потому как я привык, что в церкви надо вести себя по-другому, как мне казалось на тот момент, что надо быть серьезным, собранным, таким строгим даже отчасти. А здесь все происходило по-другому. Ко мне подходили незнакомые люди, спрашивали, как у меня дела, как меня зовут, откуда я, кто я. Меня немножко это тяготило, потому что меня, как бы, получается, растряхивали, так вот, тормошили. Как дела, как дела, ага, ну, приходи к нам. И, уходя из церкви, я уходил с твердым решением, что сюда я больше не приду, потому как я не понимал, что происходит, и я не знал, зачем это. Но прошло время, и я пришел снова. Пришел снова, потому что здесь было хорошо, здесь были другие отношения между людьми. Здесь всегда тебе были рады, здесь всегда были готовы тебя поддержать. И начал посещать церковь. Мне, естественно, сразу рассказали о центре реабилитации, что есть такие программы, где помогают людям, которые оказались в зависимости, что Господь, Иисус Христос там действует очень сильным образом. Ну, в принципе, сказали, как бы, и забылось. То есть, предложили, можно так сказать. На протяжении какого-то времени я ходил, продолжал ходить в церковь. И в какой-то момент пришло отрезвение понимания того, что это другие люди, потому что я все равно продолжал жить старой жизнью. То есть, здесь я был один, а там я был другой. То есть, я все равно, выходя на улицу, я закуривал сигарету, шел до каких-то там своих товарищей, и мы опять начинали заниматься, ну, жить в грехе. И пришло осознание того, что что-то должно поменяться. Просто вот, то есть, пришел момент, когда ты должен сделать выбор. Проснувшись утром, я просто стал собирать вещи. То есть, вещи, которые, я как считал, мне понадобятся в центре. Ну, зубная щетка, и кроссовки, и шапка. Когда моя тетя спросила, что я делал, я сказал, что я поехал в центр. Я сел на дизель, это была зима, это был мороз, доехал до этой станции, где я никогда не был. Вышел, спросил, где здесь центр, мне так вот махнули рукой, сказали, вот там он, 12 километров, и будет центр. И все, в принципе, пришел оттуда пешком и задержался там на 4,5 года. Да, то есть, год у меня была реабилитация, после которой я понял, что, в принципе, я ничего не понял. Потом год еще у меня уже было служение, когда начинаешь служить, начинаешь заботиться о других людях, которые приходят. И вот в этот момент, как бы, начало приходить понимание того, что вообще-то меня требует Бог. Суть в чем, что я понял, что, когда твоя жизнь изменилась, просто оставаться на месте уже нельзя, надо двигаться. И пройдя 4,5 года в служении, я видел много чудес. Я видел людей, которые со слезами просто Господь их вот сокрушал, и они принимали Христа. Это было отрадно видеть это. Ты понимаешь, что это плоды. Там я встретил свою будущую супругу, Марию. Она тоже была на реабилитации. Она совершенно с другого города. Можно сказать, что она... Она с Ангарской, это Сибирь. Вот невозможно представить, чтобы мы встретились как-то в другом месте. То есть Господь нас свел. В этом здании у нас была замечательная свадьба. Сейчас у нас четверо детей. И Бог продолжает двигать, Бог продолжает благословлять. И Бог не останавливается и просит нас не останавливаться. О том, что... Ну, то, откуда мы вышли. Так что, уважаемые зрители, если кто-то сейчас находится в проблеме и не знает, как от нее избавиться, я скажу вам, что только Иисус может нам помочь. Только Его любовь, она может изменить нашу жизнь. Не теряйте надежды никогда. Господь благ и милостив. Он помог мне, поможет и вам. И Господь сделал все вот как-то, я не знаю, он расставляет это все по полочкам прямо. Что я познакомился с нужными людьми, именно с нужными людьми. Не то, что там где-то в миру какими-то там бонзами. Я познакомился с нужными людьми во Христе, которые могли, подсказали, как поступить, как себя вести. И Господь сделал все возможное, чтобы я сразу же попал в церковь, в тело Христа. Сразу же попал в служение. Я служу в прославлении, на гитаре играю. И я понимаю, что это очень важная роль. Господь хочет, чтобы я служил. Также у меня были сложности, когда пришел, у меня не было работы. То есть, соответственно, жить надо каждый день и кушать надо. Господь просто привел меня вот в это место. Я шел, я не знаю, куда я иду. Я думал, спрошу, есть ли работа. И так оказалось, что ребята вот здесь строили детский дом. Я тоже поделился своим свидетельством, кто и откуда. И на следующий день я оказался с работой. Мой напарник по строительству, нынешний пастор от этой церкви, тогда он еще и не был, он был просто молодежный лидер. Так получилось, что мы стали просто близкими друзьями. И когда у меня были сложности, но нас выгнали там с квартиры, потому что он просто сказал, что ты можешь взять свою семью и переехать здесь ко мне. Я говорю, Леша, ну как так? У тебя же вот там своя семья, всего две комнаты, у тебя там двое детей. Он говорит, ничего страшного, мы будем все жить в одной. Для меня это было, опять же, сильным свидетельством, насколько Бог милостив. И вот всегда пошлет тебе человек, который подскажет, как поступить правильно. И все сложилось чудным образом, что мы все-таки нашли сразу же жилье, где могли жить. И, в принципе, на протяжении всех этих лет он так и происходит. То есть я постоянно ощущаю на себе его заботу и поддержку. То есть все, за что я не берусь, оно получается. То есть мы постоянно продвигаемся, и на работе мы двигаемся, и в семье у нас все хорошо. Дети здоровы, слава Богу. Жена у меня умница, очень мудрая. Все очень мудрая. Что еще? Все прекрасно. Вот если, когда находишься в теле Христовом, то все, в принципе, хорошо. Хорошо. Спасибо.